Добрый вечер, здравствуйте. То, что вы сейчас слышали, это маленькие фрагменты из завтрашнего спектакля «Преступление и наказание». Завтра на эту сцену будут актёры, и мы представим небольшой достаточно блог, это всего 12 спектаклей. «Преступление и наказание» это гениальная, с моей точки зрения, музыка Артемьева, выдающаяся... А как я ещё должен говорить, правда же, про свои спектакли? Это выдающаяся постановка Андрея Кончаловского это «Преступление и наказание» в Московском театре мюзикла. А я, его художественный руководитель Михаил Швыдкой, но сегодня спектакля не будет. Сегодня мы поговорим о Достоевском. Поговорим о Достоевском, ну, не столько применительно даже к нашему спектаклю, хотя так или иначе мы будем говорить о том, почему Достоевский сегодня так важен для всех нас. Мы попробуем поговорить вообще о том, что нынешний грядущий через буквально несколько дней юбилей гения русской литературы. Очень хочется, чтобы он не стал формальным таким официозным юбилеем, но он, в общем-то, и не может им стать, потому что всякий раз, когда очередной... даже не хочется называть его Раскольниковым, очередной мерзавец, ублюдок, как угодно, достает автоматическое оружие и расстреливает либо своих сверстников, либо своих учителей, всякий раз ставит вопрос о том, что это такое, что такое человеческая природа, что с ней происходит, почему вдруг она взрывается такими невероятными проявлениями, которые, казалось бы, в современном цивилизованном мире должны были уйти куда-то на второй план или вообще исчезнуть. Что с нами произошло за эти полтора года, это тоже очень серьезный вопрос, потому что мир стал агрессивнее во время пандемии, мы стали жестче, мы стали неуравновешеннее, потому что слишком много неопределенностей. Мы сегодня поговорим о Достоевском, и я, естественно, не специалист в творчестве этого писателя, поэтому мы позволили себе пригласить на эти подмостки, в наш театр людей, которые знают Достоевского, изучают его, которые для многих из них, это часть их профессиональной деятельности. Я попрошу выйти на эту сцену директора, наверное, генерального директора, потому что у него очень много музеев, литературного музея мне дали, который в этом году отмечает свое столетие, Дмитрия Петровича Бака. Дмитрий Петрович, прошу вас. Вы можете устраиваться на этих диванах из преступления и наказания заведующего дома-музеем Зостоевского Павла Евгеньевича Фокина. Павла Евгеньевича, прошу. И вообще-то надо было начинать с двух прекрасных дам, но у нас сейчас гендерное равенство, поэтому не поймешь, я тут недавно уступил место, пытался уступить место в метро одной даме, она меня чуть не побила. Ольга Александровна Брейнингер, писатель, литературный антрополог, вот такие теперь молодые люди занимаются Достоевским, и Русина Шихатова, журналист, автор, ведущий подкаста «Литературный кофе». Кофе, присаживайтесь, пожалуйста. Дима сел на мое место, это обычно. Это для директора. Нет, сиди на моем месте. Я не могу сидеть просто, мне неудобно. Я буду стоять. Сиди, Дим, садись. Ну, правда, это будет лучше. Знаете, я вопрос хотел бы вот какой задать. И начиная с современности, чуть-чуть обратившись в историю, я сразу обращаюсь к зрителям, хочу сказать, что слушателям нашим сегодняшним вы сможете задать вопросы тогда, когда вам будет удобно. Сидите, сядьте в середину, как положено директору. Для меня, когда я первый раз прочитал странный текст Достоевского, я буду цитировать не точно, вы меня будете поправлять. О том, что когда он на Страстный суд придет, и когда его Господь спросит, а чем оправдаешься ты за дела человеческие, сказал, я ему предъявлю книгу Сервантеса «Дон Кихот». И это я фразу читал, перечитывал, и только сейчас, может быть, понял, что имел в виду Достоевский, но я хочу вас спросить, Дмитрий Петрович, а что имел в виду Достоевский, когда он сказал, что вот это все грехи человеческие. Я предъявлю Господу книгу Сервантеса «Дон Кихот». Почему? Все работает, ребят, у нас хороший театр. Все работает. Спасибо, Михаил Ефимович. Я не генеральный, а просто директор. На всякий случай все-таки я самоумолюсь, как полагается. Вы знаете, все так совпало. Я в известном месте, которого попал, угодил по причине пандемии. Я перечитывал «Дон Кихота» совсем недавно первый том из двух в этом желтом пятитомничке, который люди постарше помнят хорошо. И это произвело у меня неизгладимое впечатление, потому что это Достоевский, как я понял. Это чистый Достоевский. Вот скажу, почему. Потому что поступки «Дон Кихота», их внешняя форма совершенно отмыслены от того, что он имеет в виду. Он надевает стаз вместо шлема, он бьется с ветряными мельницами, он называет даму, которая пахнет чесноком, дамой сердца и так далее. Его поступки не соответствуют тому, что он думает. А то, что он думает, то, чем он является внутри, это абсолютное совершенство, это абсолютная доброта, это абсолютное освобождение от зла. Дон Кихот, Тургенев про него сказал, что есть Гамлет, который направлен в себя и не имеет никакого идеала вовне. А есть Дон Кихот, у которого нет никакого самосознания, нет никакого избытка быть лучше, быть выше, быть кем-то другим. Дон Кихот – это человек как таковой, человек, который равен добру. Далеко не всем мы равны добру. Но вы понимаете, что Дон Кихот написан в эпоху Высокого Возрождения, серванты сумер, если не ошибаюсь. Почти уже воронка. В один день они умерли с Шекспиром. В один год, вернее. В один год, да. В 16-м году. Это высокое возрождение. Достоевский знает о том, что вообще с человеком все не так хорошо. Потому что была эпоха просвещения, когда там Дидро говорил, дайте нам ваших детей на три поколения, и мы создадим новую Францию. И это просвещение рухнуло, потому что человек открылся опять как зверь, как человек открылся как существо, в котором не просто материально-телесный низ превалирует, а в котором превалирует какая-то магма, которая живет внутри. И что? Какая тут доброта? Павел Евгеньевич. Я думаю, что на самом деле для Достоевского было важно то, что как раз, да, исторический тот мир, в котором он живет, в котором жил его современники, ну и в котором мы, в общем, продолжаем жить, он лежит во зле, но реальный человек, он создан по образу и подобию, и этот образ и подобие явлен нам в образе Христа, как Достоевский говорил, абсолютной личности, да, и этот Христос живет в каждом человеке. И поэтому он и Сервантеса, и Дон Кихота видит и прочитывает именно вот в этом аспекте, в этом ключе, как удивительное доказательство того, что человек, несмотря на то, что он лежит по грязу, грехах и так далее, все равно он в себе, внутри этот свет сохраняет, каким бы малым он не казался на первый взгляд. И он этот свет ведь разглядел в каторге, да, в записках из мертвого дома, собственно, они все посвящены именно выявлению, нахождению света внутри вот этих погрязших в разбой, разврат, в полную человеческую гибель, нахождение этого Христова образа. И он там, открыв его, свято потом в это верил. И после этого он пишет бесов. Да, и бесов. Которых что? И в бесах он находит. Понимаете, ведь Достоевский удивительный тем, что он, каждого героя, у каждого героя находит этот свет. Ну, разве только света Ставрогина он не нашел? Вот это да. Согласен, Ставрогине это тоже есть? Ну, не нашел. А счет света? Скажите нам, пожалуйста, все-таки я прекрасно понимаю. Знаете, это ведь потом Станиславский, Константин Сергеевич, мы все-таки в театре находимся, поэтому я вынужден иногда обращаться к театральным каким-то фигурам. Он говорил, играя зло, играя злого, ищи там, где он добрый. Но это играя злого. А где свет? В Ставрогине, где свет вообще в Смердякове? Где он? Русина. Вы знаете, я по долгу своей деятельности, то есть моей передачи «Писательский кофе» скорее следую современников, тех, кто живет среди нас. И я с удивлением, оглядываясь назад, ну, сложно все-таки заглянуть на эти 200 лет, думаю о том, что насколько Достоевский сформировал множество авторов, которые пишут сегодня, тех, кто пишет сегодня. Как сказала одна моя гостья, Елена Семеновна Чижова, лауреат премии «Русский букер», в Петербурге язык не поворачивается назвать себя писателем. Оль, все-таки это был хитрый ответ, такой уход женский абсолютно. Я хочу понять, тем не менее, Достоевский видит человека во всей сложности, действительно, видит его во всей противоречивости, во всей невозможности иногда. Но неужели он пишет о людях, в каждом человеке есть луч света, есть свет? Думаю, что да. И на самом деле, пример с Дон Кихотом, он очень показателен, потому что я всегда думала, что Сервантес видел Дон Кихота и Санчо Панса не как двух персонажей, а как одного человека. И, может быть, чтение Дон Кихота это своего рода внутренний выбор, и вопрос самоидентификации. И, в общем-то, то, о чем писал Достоевский, это та же самая гуманистическая тема, поиск добра во зле, даже в Ставрогине, и убеждение в том, что чем больше ты заглядываешь в человеческую тьму, тем больше света ты в ней находишь. Ну, вы понимаете, вот это действительно вопрос, который мы, знаете, это легко говорить в абстракциях, когда мы ставим Раскольникова на сцену, здесь в центр сцены, и он на пяти углах падает на колени, и он кается, и он уходит в луче света у нас обязательно в конце вместе с Сонечкой Мармеладовой. Это все театральные образы красивые. Есть реальная жизнь, абсолютно сегодняшняя, абсолютно современная, когда в наших городах, в российских, и не только, и в американских, и во французских, и в шведских, каких угодно, люди достают обрезы, достают автоматы, и начинают расстреливать себе подобных. И они говорят, мы хотим установить некий высший порядок, мы имеем право переступить. Откуда это? Что это? Это ведь, знаете, как сейчас говорят, детям нельзя играть в электронные игры, потому что, ну, они насмотрятся электронных игр, и начнут себя вести так, по-электронному. Значит, детям и Достоевского читать нельзя, потому что они начитаются, ведь мы же прекрасно понимаем, что Свидригайлов привлекательнее любой абстрактной добродетели, понимаете? Нет у Достоевского абстрактной добродетели, есть только конкретная. Смотрите, вот все, что мы говорим, все эти реплики, они нанизываются на тот стержень, который вы сами задали. Достоевский открывает две вещи, которые противоположны друг другу. С одной стороны, Павел Евгеньевич говорит, да, что есть свет в любой тьме, да, но с другой стороны, Достоевский открывает иное. Внешне в человеке не соответствует внутреннему. Не случайно Эйнштейн сказал, что Достоевский на него повлиял, да, мы как думали до 19 века, что если человек думает хорошо, делает хорошо, наоборот, раз он делает плохо, значит, он и думает плохо, да, а отца убийцы, страшные преступники в записках из мертва дома могут быть хорошими людьми, а раскольников может отдавать последняя Екатерина Ивановна, и их холодным разумом, с холодной головой убивать двух людей. Вот это страшное открытие, которое Достоевский делает. Человек абсолютно непредсказуем. В нем отмыслен смысл поступка и то, что он думает. Это Дон Кихот, только у Дон Кихота все сводится к добру, а у современного террориста или вот этого спонтанного преступника, который расстреливает себе подобных, у него все сводится к злу. Но общий знаменатель другой. Я сам себя не знаю. Я встречаю вас и смотрю, вы так хорошо выглядите. Наверное, этого нельзя сейчас говорить, да? Это абсолютный харашмент, вы подойдите на него в суд через 30 лет. Ну, я кому-то говорю. Мне будет что-то видеть. Не милым дамам нашим, а вообще кому-то говорю. Как вы прекрасно выглядите. И вдруг этот человек может меня убить. Да? Я больше не знаю, как с ним быть. Ну, понимаю. Да, пожалуйста. Ну, хотел спросить, собственно, чем Достоевский отличается от компьютерных игр? Вот мне кажется, все-таки есть разница. То есть, ставят ли компьютерные игры те верные вопросы? Ставит ли компьютерная игра вопрос о том, что такое добро и зло? Мне кажется, у Достоевского в этом смысле полуправды никакой нет. Ну, поймите, с другой стороны. Знаете, Дмитрий Петрович затронул тему до 18 века. На сцене злодеев играли в рыжих париках. Вот как человек выходил в рыжий... Я прошу прощения у всех людей с рыжими волосами. Это, ну, в данном случае не надо так на них смотреть. Но обязательно выходил на сцену Ричард Третий. На нем был рыжий парик. И все было понятно. Не мог быть горбун добродетельным человеком до 19 века. И это правда. Не мог быть человек с искаженным увеченным лицом положительным человеком, положительным героем. Сегодня вы говорите, что все сложнее. Все изменилось. И это действительно абсолютно романтический гротеск. Это известно с конца 18-го, начала 19-го столетия. Но, тем не менее, я хочу понять одну простую вещь. Достоевский ищет добро в каждом человеке и пытается найти свет в каждом человеке. но люди отнимают чужую жизнь. Они ведут себя так, как может вести себя только высший я не могу сказать разум, высшее существо. Не имеет права один человек отнять жизнь у другого человека. Где здесь свет? Достоевский над этим ломал голову. Это не такой простой ответ, по-моему, Павел Евгеньевич. Но вы отвечаете за квартиру Достоевского. Там тени ходят. Вы все знаете. Я согласен с вами, Михаил Евгеньевич, в том, что это действительно не простой вопрос. И ответа здесь простого нет. Собственно, ответом является весь Достоевский. Такой сложный и трудный. Но важно действительно тут все-таки прозвучала фраза, что гуманистические традиции это уже, так сказать, немножко обрезанный Достоевский. На самом деле Достоевский не гуманистический, а христианский мыслитель и писатель. Это принципиально важно. Понимаете, вот я это говорю для того, чтобы у нас была правильная оптика. Мы смотрим и читаем Достоевского каждый со своим развитием, со своим воспитанием, своим мировоззрением, своими убеждениями и так далее. Но как Пушкин говорил, что надо судить по законам, им самим собой признанным, так и тут в большей степени любого человека надо понимать с его точки зрения. Для Достоевского абсолютная мерила и абсолютная, так сказать, система ценностей это христианская. То есть, у меня сомнений в этом нету никаких. И в этой системе все находятся, да, вот в этой ситуации свободы выбора, но при этом оказавшиеся в определенном, в определенном, как бы мы сказали, нехорошо, скажу сейчас про парадигму что-нибудь, находится в определенной вот этой вот ситуации выбора, да, но при этом, при этом все равно для Достоевского безотносительно всех, каждый человек создан по образу и подобию. Вот для него нет сомнений в этом. Он не то, что ищет и находит в своих героях, он знает об этом. Он просто знает об этом, что в каждом человеке есть свет. И это его убеждение, и это он нам всем объясняет, если хотите, внушает, если хотите, так сказать, доказывает, убеждает. И мы можем смотреть внешне и говорить, вот этот преступник, это убийца, этот насильник и так далее. Мы же все равно не видим человека. Мы видим только внешне. Достоевский видел и говорил о том, что внешнее скрывает подлинное. Мы, наши глаза, не приспособлены к тому, чтобы видеть подлинное. То, что происходит с реальным человеком. Достоевский пытался в своих героях, в своих произведениях хоть как-то немножко приоткрыть и показать вот эту особенность существования человека. вспомните двойника Достоевского, где есть подлинный Галяткин, есть вот некое вот это нечто существующее, непонятно, реальное, нереальное и так далее. Но на самом деле это вот та двойственная личность, по которому человек скроен. Достоевский в бесах говорит, один из героев его, что человек на земле существо переходное. Переходное. в каком смысле переходное? Он находится между, он не живет только на земле. Каждый человек живет для Достоевского в его системе координат, он живет в более сложном мире, где есть больше реальностей, чем только реальность повседневная, внешняя, бытовая, которую мы видим и которую мы считываем. И в этой реальности, в этой сложной реальности он переходный между верхом и низом. За него борются эти две силы и в то же время и он активный участник этой борьбы. Он не пассивный, он не просто там проводник. Именно вот находится в состоянии, это наш крест. Мы на землю так сказать из рая были спущены именно для этих испытаний. Для того, чтобы потом перейти в некое иное измерение. Опять я повторяю, что если мы говорим о Достоевском, мы должны смотреть с его позиции, с его мировоззрения. И тогда мы поймем о чем речь. Оля, это овация. Но вы знаете, тут вопрос ведь вот какой. Переход, переходное состояние человека, оно связано с одним, если говорить об, как вы говорите, смотреть на вещи глазами Достоевского. человек пришел в мир греховным и он может преодолеть этот грех только любовью к Господу и искупить его и раствориться в Господе и другой любви нет. И если человек хочет познать, так сказать, высшие блага, даже если он хочет испытать несвятость, естественно, потому что искушение святости это тоже грех, если он хочет ощутить благодать Господню, то он должен раствориться в любви к Господу и другого пути нет. И поэтому но я буду возвращаться опять-таки Достоевский писал детективные романы давайте говорить серьезно уж окончательно это вот испугал Павел Евгеньевича но это но они но не все но тем не менее хотя он ведь очень интересно искушает нас всех по отношению к своим героям потому что даже к Смердякову его убийцы убивают людей дурных старуху проценщицу я сейчас не беру бесов с бесами особый случай старуху проценщицу которые в общем мечтали все убить в бесах не так да я говорю в бесах не так но он пытается найти извинения преступлению скажем так именно потому что он ищет в преступнике свет да он даже в Смердякове Федор Павлович не самый приятный персонаж при том что это отца убийства очевидное что уж совсем такой абсолютно античный архетипический мифологический акт сакральный по существу но это все равно убийство потому что в бесах то этого нет вы говорите я вас я в Достоевском вообще ничего не понимаю умные интеллигентные люди я поставлю вас компактно с Павлом Евгеньевичем очень дружу и очень его ценю и люблю но вот если считать вот такой ну как бы доктринальный смысл из реплики Павла Евгеньевича то получается что вот есть просто такая императивная задача у человека Достоевский иначе к этому подходит я уж надоел Фокину цитатой своей любимой которую я когда-то студентом прочел в подготовительных материалах к дневнику писателя но приведу ее снова она звучит почти буквально так я хочу не такого общества научного где бы я не мог делать зло а такого где мог бы но сам бы этого не хотел то есть добро только тогда становится добром когда я опускаю нож условно говоря не потому что меня посадят не потому что так написано не убей а потому что я на собственной тяге должен сделать этот выбор то есть зло необходимо сейчас у нас три часа досмотра в аэропорту и конечно это так и нужно я не спорю с этим чтобы найти одного преступника мы убеждены что он где-то есть этот преступник то есть мы думаем что для того чтобы забладало добро нужно запретить зло ну давайте вот я решил украсть пять копеек упал Евгеньевич какая-то матрица засекла у меня этот импульс и сказал он хочет украсть пять копеек давайте его это дело пресечем то есть Достоевский ну конечно говорит о христианском свете о добре о Христе который для него является абсолютом для Тургенева вообще нет такого образа как Христос это ясно но тем не менее Достоевский ставит человека раз за разом такое положение когда любой поступок переворачивается Макар Девушкин из романа бедные люди все делает для Вареньки нас учили в советской школе что они противостоят богатым людям злым эти бедные люди но Варенька должна быть несчастна для того чтобы он был счастлив да паук муху спеленал я буду о тебе заботиться только не улетай не улетай на волю добро выворачивается наизнанку это одно и то же оказывается для человека зло необходимо говорит в этой статье Достоевский необходима возможность и легкая возможность каждую секунду делать зло для того чтобы дорасти до добра страшная история но понимаете вся история 20 века в России но не вся во всяком случае такой период 20-30 годов это история о том как очень внятно вдалбливали что нужно делать зло чтобы прийти к добру но об этом написано собственно говоря отчасти мастера Маргарита приезжает мессир творящий зло чтобы прийти к добру это такой диалог Булгакова со Сталином я не хочу сейчас этой темы касаться а с мефистофелем с мефистофелем но знаете это ведь тоже да так что это диалог такой я не хочу об этом говорить но это почему там скажем в Советском Союзе не любили Достоевского потому что он собственно говоря это и писал во многом по существу от благодарных бесов знаете был такой анекдот да 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 была такая шутка да 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 великому писателю от благодарных бесов нет идея была простая извините меня у коммунистической утопии была одна очень важная мысль они хотели создать нового человека нового который был движим разумом рацио который чушь по природе человеческую пробирки отсюда мавзолей отсюда институт мозга ладно вернемся к нашим девушкам у меня вопрос такой они сидят тихо они украшают эту беседу безусловно вызывая какие-то положительные эмоции в зале большие чем от нашего болтовни у меня вопрос такой поскольку мы говорим о современных писателей вот традиция Достоевского она в современной литературе развивается или все-таки эта линия ну не характерна может быть для сегодняшней литературной жизни ох какой непростой вопрос наверное простым ответом будет да традиция Достоевского присутствует в современной литературе но я думаю что это даже не столько какое-то подражательство или продолжение решения каких-то этических вопросов мне кажется что у нас просто есть на химическом уровне молекула ДНК которая называется Толстой Достоевский и мы не можем не быть в чем-то Достоевским и не быть в чем-то Толстым литература 19 века определила то кем мы являемся как мы думаем как мы не думаем о себе поэтому да всегда да а кто это по-вашему Русина вот кто вот берете текст и говорите ну понятно это какая-то внутренняя связь с традицией вот это знаете как раньше когда приезжали на декаду куда-нибудь советской литературы обычно бывали такие декады были знаешь приезжали там например в Якутию или в Бурятию и выстрелились писатели они так представляли это наш горький якутский это наш якутский там Пушкин это там и так далее вот кто наш сегодня наш русский Достоевский кто Павел Евгеньевич кто наш сегодня Достоевский я стараюсь читать современную литературу конечно но не настолько чтобы вот за всех отвечать понимаете вот тут есть еще тоже такой момент вот о чем о традициях Достоевского да говорим ли мы об эстетике или мы говорим о мировоззрении и есть и в той и в другой части есть как бы его продолжатели да и есть скажем писатели которые эстетически может быть близки тот же Юрий Буйдо это 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 такая Достоевщина что дальше некуда но мое ощущение что мировоззренческий он совсем не продолжатель в этом смысле вот точно так же есть скажем Павел Курсанов петербургский писатель который просто напрямую как бы постоянно находится в диалоге с Достоевским но опять же он скорее наверное наследник идеологический даже не мировоззренческий а идеологический да фундаментализм вот такой русский это вот как бы в этом плане хотя эстетически наверное Курсанов это не Достоевский безусловно главную вещь сказал Фокин как часто бывает главную вещь потому что Достоевский это такой компот или сочетание из трех несовместимых совершенно вещей эстетика стилистика идеология то есть они никогда в такой констелляции я защищу Павел Евгеньевич он сказал не про идеологию он сказал про мировоззрение ну это примерно то же самое ну то есть вообразите когда сочетается ну мировоззрение не знаю как его назвать почвенничество ну понимаем о чем речь имперское религиозное консервативное ну как угодно плюс стилистика неизящная абсолютно да невозможно представить своего Достоевского солнце садилось за колыхающимися волнами воздух над рекой да но такой фразы Тургеневской нельзя найти вообще он совершенно неизящен я нашел такую фразу братья Карамазов в ее глазах было что-то лупоглазое да по-моему замечательный шедевр плюс третья эстетика эстетикой Павел Евгеньевич называет конечно не стилистику а вот все что мы говорим о христе и так далее вот ни в одном случае эти три ингредиента не совпадали это то что конфеты есть вместе с бутербродом с рыбой это поразительно то же самое и в биографии Достоевского да где он с одной стороны Петрашевиц участник заговора а с другой стороны он автор бесов такой классический консерватор который убеждает будущего наследника в том что нужно в общем-то идти пути это было в литературе это было это было это было не Достоевского а после Достоевского если вы вспомните такого персонажа выдающегося как Томас Элиот такого гения англоязычной литературы одного из самых лучших английских поэтов 20 века то он модернист авангардист автор полых людей там бесплодной земли нет в 27 году он напишет он родом из протестантской семьи из Америки приехавшей в Англию он напишет в 27 году я англокатолик в религии в вере монархист по политическим убеждениям и классицист в литературе но при этом стилистически он абсолютно он написал одну из великих пьес религиозных которые называются убийство в соборе он при этом по стилистике абсолютно модернист абсолютно это все таки после после я же не говорю о том что он что Достоевский заимствовал что дуэль сейчас наверное это Крустанов плюс Лимонов плюс Солжени ну что-то вот совершенно неспективное я просто говорю о том что стилистика вот эстетика писательская и мировоззрение не всегда тождественны и это бывало в истории дайте сказать милым дамам говоря о стилистике говоря о стилистике святополк мирский укорял достоевского внебрежности но сам же это объяснял следующим он говорил что для достоевского минимальная единица это не слово абзац что он пишет штрихами как абзацами и в принципе для него слово это не то же самое что для набокова он не тот стилист который подбирает и взвешивает в граммах каждое предложение или каждый глагол он стихийный талант который возможно не управляет сам собой но в этом мне кажется есть очарование и гениальность достоевского в том что его талант просто наверное сносит читателя с ног ухватывает за собой и ты уже перестаешь думать о том как сочетаются эти слова не думаешь об образах героев не пытаешься разобрать все на какие-то единицы но это такой деформация литературоведческая ты не можешь не анализировать когда читаешь но достоевский побеждает эту деформацию а мне здесь хочется посмотреть еще на достоевского глазами глазами читателя неискушенного в литературе может быть обычного читателя и может быть даже зарубежного читателя потому что многое видится на расстоянии если спросить например людей во Франции а что для вас Россия не говоря даже о литературе это будет в первую очередь толстой и достоевский и может быть еще пастернак вы понимаете мы любим толстоевского она уже классическая толстоевского но на самом деле это два невероятно разных писателя это знаете как говорят ну 17 век во Франции Корнелли Рассин более разных авторов чем Корнелли Рассин вообще в природе нет но тем не менее говорят ну это это вот код русской литературы толстой достоевки чехов там добавляют у меня по поводу Франции по поводу я сейчас летом ходил по улицам да и проходил все время мимо одного и того же плаката где было написано красота спасет мир ювелирный магазин салон на Петровской улице дом 24 вот ключевой вопрос там правда в романе сразу чтобы было ясно эту фразу произнес князь Мышкин и он как известно там все остальные герои говорят ну князюшка он такой взволнованный он так в общем случайно это сказал у нас очень любят говорить красота спасет мир красота спасет мир нет это вопрос красота спасет мир нет не спасет потому что это вы говорите это я говорю красавицы не спасете мир ну мир состоит из красоты и из уродства из хорошего из плохого черного белого и поэтому для Достоевского на самом деле нет никаких моральных абсолютов и для него добро и зло не равняется хорошему и плохому потому что добро становится добром а зло злом только когда человек делает свой выбор и именно от человека зависит моральная оценка любого поступка и добро может оказаться на самом деле чем-то плохим а зло прекрасным и может быть даже спасением во всяком случае дорогой к спасению понимаете я честно говоря выросший просто на старых представлениях может быть они неправильные совсем но для меня все-таки добро это добро а зло это зло так красота спасет мир Дмитрий Петрович конечно спасет и непрерывно спасает но только это не та красота которую можно съесть и выпить и поцеловать помните у Гумилева не съесть не выпить не поцеловать мгновение бежит неудержимо и мы ломаем руки но опять да это не та красота которую можно увидеть пощупать и так далее это как раз абсолютно отвлеченная красота Ольга тут совершенно не права как мне кажется я так осторожно говорю да есть красота Анастасия Филипповна да она ослепительно красивая ее все любят да но Риджи абсолютно не об этом но разве ее красота не тесно связана с ее демонической природой конечно но мы не об этой красоте говорим не эта красота спасет мир эта красота будет обложена пукетами и умрет да мы говорим об красоте АМД свою кровью начертал он на щите вот об этой красоте Павел Евгеньевич ну вообще у Достоевского есть ответ в рукописи где он пишет что красотой Христовой мир спасется вообще эта фраза красота спасет мир она это уже так сказать адаптированная версия потому что в самом романе именно красотой мир спасется сказано и там еще это вот это именно Достоевский там это по-моему и Полит спрашивает или Коля и Олгин я сейчас не помню у князя Мышкина а правда ли что вы сказали что красотой мир спасется на что Мышкин отвечает не знаю не помню вот так что говорить что это Мышкин тут все все очень так сложно но важно именно вот это спасется да то что красота не сама спасает а это некое действие да которое человек должен над собой совершить преобразить себя и тогда спасется не просто так вот он увидел красивое что-то там и все наступила гармония нет красоту он должен эту красоту выработать он должен ее добыть трудом он должен ее добыть усилием эту красоту и это конечно не та красота которая физическая красота вообще Достоевский о физической он же написал да ну опять же он говорит Митя Карамазов да что это страшная вещь красота здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей вот кстати да указывает поле битвы сердца людей в красоте и красота она а что такое сердце сердце вседалище Христа опять же вот то есть тут вот Достоевский совсем не прост в своих словах и высказываниях он совсем не спонтанный писатель он очень точен в своих выражениях он очень так сказать каждое слово его насыщенно большими смыслами порой которые мы просто не вчитываем в силу своей необразованности элементарной на самом деле мы не понимаем насколько каков бэкграунд у Достоевского за его словом за каждым его словом потому что Достоевский с детства и до гроба фантастический читатель который читает все очень внимательно и совсем вступает в диалог каждое слово переваривает и потом включает это в свой текст не как слово а как слово нагруженное определенными смыслами вот и наверное в этом и привлекательность Достоевского для нас как читателей что мы прочитав скажем я знаю есть примеры личные моих друзей которые прочитав роман преступления наказания переворачивали страницу начинали читать роман снова не потому что они не поняли что там произошло кто кого убил потому что они поняли что речь роман не об этом господи вопрос нету о том убивать или не убивать если бы Достоевский писал роман о том что не убивать хорошо но бессмыслиться зачем об этом писать это и так сказано еще 2000 лет назад роман то не об этом ну Павел Евгеньевич понятно что поаплодировать вообще надо выступающим аплодировать они стараются но понятно что роман на том убивать или не убивать это как бы банально да но ведь убивать или не убивать этот вопрос на который люди не могут ответить на протяжении не только 2000 лет даже больше потому что убивают говорят что это делается во имя во благо говорят что это делается во имя установления некой справедливости ну а дальше получается история бесов давайте отложим эту тему если Русана ничего не хочет Русина ничего не хочет сказать то я задам другой вопрос который может быть волнует и наших сегодняшних слушателей и зрителей он не имеет отношения к преступлению наказанию мюзиклу который начнет у нас идти с завтрашнего дня это рекламная пауза на в нашем сегодняшнем собрании и будет идти до 24 октября вопрос тем не менее сегодня пожалуй высшей степени острый мы сегодня говорим о том что подлинный гуманизм европейский реинкарнирован только в России что Россия сегодня страна традиционного европейского гуманизма который сложился в эпоху возрождения что мы храним консервативные традиционные ценности что в данном случае современная Европа отходит от фундаментальных принципов тех основ которые были заложены в ее основании не только античной философии а философии нового и новейшего времени и в этом смысле Достоевский очень примечательный автор он прозорлив необычайно когда открываешь тексты его связанные с тем как Достоевский относится к Европе и как он относится к братьям нашим славянам он пишет гениальный текст мы сейчас освободим а потом они нас будут ненавидеть и когда ты понимаешь что текст написан вообще 150 лет тому назад то в диву приходится насколько он был тонок и глубок и при этом ему прилежит великая фраза всемирной отзывчивости русской литературы о том что открытость литературы миру и России миру это одно из ее высочайших достижений Дмитрий Петрович ну знаете вопрос такой опять на грани допустимого но я продолжу эту провокационную тему каком смысле на грани допустимого ну как бы по плохам и хороши я продолжу эту тему русская литература вся страшный вызов в 19 веке слишком быстрая модернизация в России происходит да слишком быстро в 61 году и вокруг да все меняется привычная многостолетняя несмотря на реформу Петра и вообще говоря что говорит нам современный ну как его назвать европейский западный либеральный не знаю ну прогрессивный глобалистский мир что он нам говорит что в конечном счете намажься а ты этого достойно он говорит меняйся он говорит будь совершеннее что что можно изменить да все можно изменить внешность можно религию можно место жительства профессию степень образованности количество денег в кармане пол я именно к этому веду мы дошли до главного да пол цвет кожи все можно менять и как иначе ты выбери свою идентичность говорит западный мир да но это жуткое растворение всего говорим мы да я тоже так говорю я так на самом деле думаю обломов удаляется со службы потому что он послал бумагу вместо австрахани в архангельск почему этого никак не трогает он поступает только там и только тогда где и когда это его затрагивает а что в человеке нельзя изменить спрашиваю я своих студентов прическу можно религию можно профессию что нельзя изменить страшный вопрос да страшный пол можно да выбирая сколько там идентичности 59 да по советской по современной классификации половых 59 мы с вами видели это все в Бостоне 59 половых идентичности выбирая любую да а что нельзя изменить спрашиваю я мать отца но тоже технологии есть не то что изменить но там заменить чем-то это вопрос русской литературы самый главный здесь я смыкаю с Павлом Евгеньевичем совершенно да в человеке есть какое-то зерно которое уже есть паука не заставишь не есть муху пулю нельзя уговорить пролететь мимо а человека вложен на то что мне не сподручно как-то ударить Павла Евгеньевича или не дай бог обидит даму это же естественно это то что во мне уже есть даже себя трудно по морде треснуть хотя никто не посадит за это это суть человека это то что в нем есть и отказываясь и выстраивая вот эту линейку возможностей мы теряем все здесь еще есть вопрос контекстов по-моему во многом даже если мы говорим что красота спасет мир вот в сегодняшнем контексте когда у нас есть новая этика да что вообще такое красота боремся ли мы с объективацией оцениваем ли мы мои мысли читаешь сейчас или некрасивым по каким параметрам мы его оцениваем один момент второй момент что там культура отмены да когда есть постправда когда красивый человек может оказаться каким-нибудь проходимцем мы об этом узнаем после белый цинцгердерный мужчина это просто жуть да быть стыдно ужасно Павел Евгеньевич пожалуйста я действительно еще раз хочу задать вопрос это вопрос серьезнейший на самом деле вот сегодня это вопрос ну грубо говоря российских и европейских ценностей хотя мы понимаем прекрасно что Россия это страна европейская и при всем том при ее расположении на двух материках но Владивосток европейский город а не азиатский в известном смысле и тем не менее мы говорим что мы отдельная страна страна цивилизация Достоевский к этому относится в высшей степени серьезно а одновременно я прекрасно понимаю что это этот диалог вот вы вспомнили Обломова да он же вечный на самом деле Штольц и Обломов это один персонаж это это не два персонажа просто Достоевский умеет их написать в одном человеке а там в Порфире Петровиче условном а для этого Гончарова нужно два у нас есть тоже свои странные ведь истории в нашей русской жизни ведь когда граф Уваров министр просвещения произнес свои слова знаменитые отряде православия вычитанные у немцев на самом деле православие самодержавие народность он написал это в записке государю-императору написанное на французском языке и это тоже надо понимать он писал что вообще православие самодержавие народность ну по-французски он это писал а вычитал это понятно у кого вот это соединение или это противоречие и Достоевский об этом пишет очень много на самом деле ну вот знаете я думаю что тоже надо разговор тоже вести в конкретных каких-то координатах современной жизни и действительно не просто абстрактно вот собирать разные там фрагменты из истории а понимать в каком мире мы живем да что происходит тут я немножко соскочу с Федором Михайловичем так моя моя судьба повернулась несколько лет назад что я вот писал биографию Александра Саныча Зиновьева да и много его там начитался но к нему разные отношения но он человек был очень как вы знаете ума острого и аналитичного так вот последние годы он говорил просто кричал о том что Европа который он считал запад считал высшим так сказать развитием человечества что Европа отказывается от того великого достижения которого оно в эпоху вот просвещения гуманизма да наработало и происходит это под сильным давлением действительно новых реалей новых реалей когда мир стоит перед вопросом что человек мешает человек вот хомо сапиен что он мешает развитию экономики бизнеса технологий и так далее я не могу отличить что это на 5 пикселей хуже да что надо сделать чтобы меня убедить следующий и поэтому вот это вот пожалуйста так сказать линейка выбора предлагается для уничтожения человека мы должны это понимать что сейчас идет реальная война с человеком и в этом смысле Достоевский он да гуманист да он защит он христианский гуманист он защитник этой и этих ценностей и Россия которая наследница Советского Союза просвещенческого проекта да который был выстроен естественно в на идеологии просвещения гуманизма опять же да высоких идей естественно она может быть в этом смысле отстает от вот этого прогрессивного запада но это ее пока еще и держит но недолго на самом деле пожалуйста мы как наверное бывает в любом разговоре о Достоевском неизбежно приходим к вопросу о том что такое человеческое и у нас вот здесь прям посреди сцены уже такой сложился интерпретационный разлом я позволю себе его еще немного углубить и мне кажется что нужно прояснить с какой оптикой каждый из нас подходит ченю Достоевского например для меня это в первую очередь психоаналитическая рамка и я думаю об ученице Фрейда Сабини Шпильрейн которая предложила следующее в каждом человеке есть стремление к эросу и к тонатосу к самосохранению и к саморазрушению и мне кажется что как раз таки человеческое для Достоевского это принятие и собственной тяги к добру к созиданию к продолжению истории и сопутствующее и неизбежное стремление к смерти и к саморазрушению Русин из вас вытягивать надо просто психоанализ да нет я другое хотела сказать поскольку я в Омске родилась и выросла да что такое в Омске Достоевске это в принципе часть культурного ландшафта это часть пейзажа грубо говоря то есть мой университет сегодня носит имя Достоевского в городе есть памятники Достоевскому и более того находясь в заточении в Омской крепости мы знаем что он замышлял романы записки из мертвого дома насколько я понимаю появились в замысле именно в Омске то есть вот в моем ДНК Достоевский присутствовал всегда по умолчанию и уже когда я оказалась за границей конечно же имя Достоевского очень во многом мне помогло вы знаете у меня вот сейчас мы говорили о том что человек меняется очень интересно я ко всем этот вопрос хочу обратить мы уже почти час беседуем я думаю сейчас мы начнем разговаривать с залом это будет важно тоже но у меня прежде всего вопроса два скажем когда в тысяча одна тысяча как нас учили раньше говорить на радио в 1968 году российский генетик такой выдающийся Борис Фреймсон написал статью а потом большую такую научную работу под названием родословная альтруизма где он доказывал что человек генетически предрасположен к добру что это вот в природе природе человека но потом проходили разного рода другие книгу это кстати сразу значит цензура сказал что это нельзя читать что человек по природе добр по одной простой причине потому что концепция дело не то во первых социальные изменения тогда как вы знаете к генетике относились еще с большим подозрением но речь шла о другом что так сказать человека можно изменить вот этот вопрос о том что человека можно изменить это ведь модернистская идея это не идея сегодняшнего только прошу прощения сегодняшней Европы это идея просвещения это советская идея это советская идея что, меняя социальные обстоятельства, марксистские абсолютно, меняя социальные предлагаемые обстоятельства... Сократ. Сократ. Метаноя. Безусловно, да. Но дело в том, что у них, слава богу, не было тех инструментов, с помощью которых меняли людей в разных странах в 20 веке. Инструментов не было просто тех. Но это вопрос очень существенный, который продолжает нас волновать до сих пор, потому что, знаете, недавно у меня была программа на телевидении, связанная с человеческим сознанием. И там, естественно, речь шла о том, что в человеческом мозге приблизительно 100 миллиардов нейронов, которые вступают между собой в некие связи, и количество этих связей больше, чем количество видимых нами частиц видимой нами Вселенной. Понимаете, да? Это представить практически невозможно, но так нафантазировать можно. И что от того, какие связи происходят в нашей нейронной системе, в нашем мозгу, с нами происходят какие-то события. При том, что один из очень важных моментов, о которых там говорил Анохин Константин Владимирович, он говорил о том, что мы рассматриваем мозг как биологический инструмент, да, как биологический феномен. А он не биологический, он психический. И это уже совсем другой порядок понимания вещей. Возвращаясь к тому, с чего я начал. Мы вообще о себе ничего не знаем. И это один из самых главных вопросов. Поэтому, когда мы говорим о Достоевском, то его понимание самого себя, прежде всего, Сократ писал «Познай самого себя», оно находится на уровне интуитивном, который нам открывает что-то такое, чего мы сами о себе не знаем и не узнаем никогда, я боюсь. Понимаете? Вопрос у меня, Дмитрий Петрович, к вам. Почему все-таки зло притягательные добра? Ну, почему? Почему Раскольников притягательный… Очень простой ответ. Вы знаете, не хочу произносить там имя дьявола, но произнесу разочек. Он всегда говорит, что все будет хорошо. Он никогда не будет не говорить, что я тебя буду жарить на сковородках. И вообще сковородок никаких нет, как Федор Павлович говорит, что у вас там крючья, крючья у вас там в аду. Да, это все там, где надо, написано, что тьма внешняя и скрыжет зубов. То есть зло-то рядится в добро. В этом все дело. Зло привлекательно, потому что оно выглядит как добро. Борьба с человеком, я с Павловичем согласен. Я прочел фразу о том, что через 30 все будут ампутировать себе передние конечности. Ужаснулся, а потом сказал, конечно, будут. Конечно, если тебе предложат манипулятор, который будет не только там щупать теплое, холодное, а проигрывать диски, например. Ну и мало ли что еще тебе могут шить. Если у тебя нет зуба, ну ты же меняешь зуб. Ну как же, не будешь же ходить без зубов. Если ты ломаешь ногу, не дай бог. То есть борьба с человеком происходит под знаком зла, которое родится в добро. Тебе будет удобнее. Самое страшное зло, это зло, которое кажется добром. В этом все дело. Об этом роман «Бесы». Что пишет почтеннейшая Людмила Ивановна Сараскина? Ну известный Достоевец, и я к ней с большим уважением отношусь. Она моя соседка даже подача. Но вот она воспроизводит этот архетип антисоветского, что бесы – это против революции. То есть религия хорошо, а революция плохо. Ничего подобного. Все плохо. Сколько именем религии было сделано Дурнова, великий инквизитор. Плохо. Добро и зло не есть заранее данные реальности. Вот тут зло, тут добро. Простите, это случайные были. Или наоборот. Или наоборот. Да. Я очень почитаю Ольгу Брайнер как писателя, поэтому это совершенно случайность. Достоевский не про это. Как только ты начинаешь к этому относиться акцентированно, чрезмерно, самая благая идея может стать злой. В этом все дело. Почему оно притягательное? Потому что оно кажется простым, ясным, приятным, удобным, полезным, как угодно. Ольга Евгеньевна, пожалуйста. Мне кажется, вот эта вот формула о том, что зло притягательнее добра, оно придумано злом для того, чтобы себя, так сказать, оправдывать. На самом деле, почему зло притягательное добра? Добра точно так же притягательное. Потому что мир-то какой-то есть. Посмотрите вокруг. А посмотрите вокруг. Сколько примеров святости, сколько примеров подвижничества. Даже в наше время. Князя Мышкина говорят, нет, не существует. Вы лично в своих, так сказать, кругу найдете и князей Мышкиных. Да мы смотрели ленту новостей. А вы не смотрите ленту новостей? Я не смотрю. Вы смотрите на мир. Видимо, смотрели, если вы спросили, а вы давно смотрели ленту новостей? И дело в том, что лента новостей отформатирована под зло. В том-то и беда. Понимаете? Действительно, если нам, вы включаете, неважно, радио, телевидение, о чем рассказывают? Он сейчас с вами не соглашился. Только о, так сказать, отрицательных. Но, с другой стороны, точно так же, масса примеров сегодняшней жизни, реальной и московской в том числе. Я уж не говорю о России, да, где живут люди, реальные подвижники. Я вот давеча был в командировке с легкой руки Дмитрия Петровича на моей родине, Петропавловске-Камчатском. Так, все люди, с которыми я там общался и встречался, они совершенно удивительные. Притом, я не говорю, что они идеальные. Но там, например, писатель живет, русский человек, который занимается проблемой идентичности этельменов, их исторической, так сказать, истории родов, фамилии собирает. Сам он русский человек. Но вот он уже там написал несколько книг, притом сами эти этельмены или камчадалы, как их называют, те реальные, с которыми он общается, которых он пытает интервьюировать и так далее, они к его поискам, к его находкам относятся очень так скептически, непонятно. А он зачем это делает? Он восстанавливает этот мир, утраченный когда-то. Да, они еще сами не, они настолько себя потеряли, что не понимают ценности и значимости вот этого исторической памяти. Но он, осознав, отрефлексировав это, совершает зачем, для чего, какого ему эти этельмены дались. Понимаете? Он прекрасный писатель там местный, у него выходят свои книжки, которые и читаются и так далее. И таких вот, таких сотни, и я не постесняюсь, тысячи людей, и их деятельность не менее заразительна, и вокруг них формируется, и вокруг священства русского, российского нынешнего, мы их не замечаем, но это уже наши проблемы, если мы их не замечаем. Понимаете? Это уже наши проблемы, если мы их не замечаем. Они есть, и добро не менее притягательно, чем зло. А вот эта вот формула, это, я скажу вам, такой тоже хитрость, хитрованская, такого вот того, кто это придумал. Если честно, я не согласна с тем, что у Достоевского зло притягательнее добра, потому что, например, я преподавала курс по братьям Карвазаму в Америке, и у меня есть любимый прием. Я прихожу в аудиторию и спрашиваю студентов, какой вы брат Карамазов? И дальше происходит что-то, чего я, как человек, у которого на запястье есть татуировка Иван Карамазов, совершенно не могу понять. Но всегда три четверти класса говорят, я Алеша. Алеша притягательнее Ивана, Алеша притягательнее Мити, но про Спирдикова, наверное, можно не говорить. И Алеша, это ведь воплощение добра. Но другое дело, что за рамками написанного текста Карамазовых есть еще замыслы и дневник Достоевского, где он писал о том, что Алеша станет дальше террористом и, возможно, даже цареубийцем, революционером. Революционером он говорил, да. Он не писал такого. Он не писал, но он замышлял. Нет, это ну как бы из третьих уст, что называется. То есть это сказал человек, другому человеку, о том, что Достоевский ему сказал. Опять вот это вот наши филологические итоги. Это разговор Ледина-Скрупская о том, что искусство должно быть понятно народу. Знаете, мне это напоминает советский мультик, где учительница объясняет детям, что такое быть скромным. И надо так, так, так поступать. А среди вас есть скромные? Есть, говорят все. То есть я Алеша Карамазов. То есть тот момент, когда я говорю, что я скромный, я уже не скромный. Ну, Достоевским не надо быть. Алеша Карамазов реально притягателен. Чтобы понимать, что это все... Нет, он притягателен, но это не значит, что можно мерить количеством тех, кто говорит, что я Алеша Карамазов. Да никто не скажет, что он Смирдяков. Я думаю, что мы вас убедили в том, что мы можем с вами разговаривать сколько угодно. Ну, я, наверное, очень часто читаю просто новостные ленты и как журналист просто могу сказать, а вы попробуйте построить медиа, которая будет рассказывать только добрые новости. Нафиг нужно ваше медиа в таком случае. Да никто не будет его смотреть. Один из братьев Иосифа, в Иосифе его братьев, у Томаса Манна, он был первым журналистом, потому что он был быстр... Я забыл, к сожалению, как именно его зовут. Да, у них такие прекрасные имена. Он был очень быстроногий, и он первым додумался бежать туда, где еще чего-то не знают здесь. Мне когда-то объяснили, если абсолютно любой человек, старый, молодой, черный, белый, укусил... Просто любая собака укусила любого человека, это не новость. Какая бы она ни была, дикая, домашняя, злая, бешеная. А вот если абсолютно любой человек укусил абсолютно любую собаку, сразу информационный повод. Вся медиа, хотя Достоевский журналист, как мы знаем, и автор первого блога, потому что Дневник писателя это блог. Это авторство одним человеком всей книжки, и там есть и критика, там есть и художественные произведения, кроткое там и так далее, есть переписка, есть мемуары, Некрасов умер, я читал до утра все три тома и так далее. Это Достоевский блогер, абсолютный блогер, первый в России, это абсолютный факт. Но это не отменяет мой тезис, что нафиг нужны такие медиа. Вообще, если появится медиа, построенная исключительно на идее добра, то у нас не будет новых Достоевских и новых бесов никогда. Может быть, медиа построена на идее добра. Ну, ребят, не главное. Утопическая идея. Я помню, когда я... Клюйно читать. Самые трудные проблемы, которые мне пришлось решать в жизни, связанные с медией, это когда мы открыли канал Культура и вдруг поняли, что у нас все новости хорошие. И я... Ну, полный бред. И когда вы говорили, вернисаж, это не новость. Если кто-нибудь кого-нибудь изнасиловал на вернисаже, это новость. Или украл картину. Потом я стал председателем ВГТРК. Я посмотрел первую верстку новостную, сказал, ребят, это же невозможно смотреть. Они мне сказали, хороших новостей не бывает. Вот, собственно говоря, знаете, на самом деле все бывает и хорошее, и плохое. Так устроен мир человеческий. И мы живем в этом мире и пытаемся все-таки различать добро и зло, потому что у нас нет выхода на самом деле. И, конечно, это очень трудно, потому что мир, может быть, не так радужен, как нам хотелось бы. Я всегда вспоминаю замечательный диалог заочный. Он не был личным, естественно, когда Теодор Адорна написал, что после войны, после Освенцева нельзя писать стихи. Ну, фраза звучит немножко иначе по-английски, но смысл такой. После Освенцева нельзя писать стихи. На что ему ответил такой гений итальянский, сидевший в Освенциме, лауреат Новельской премии, Прима Леви, он написал, после Освенцева можно писать стихи, но только об Освенциме. И это давлеет, безусловно, потому что мы все время в рефлексии находимся о том, потому что война, которая, Вторая война мировая, Великая Отечественная, которая, так сказать, была, наверное, вершиной нашей, может быть, отечественной истории, как это не горько звучит, она открыла вообще все, и величие, и падение, потому что войны открывают все в самом жестком и самом таком беспощадном, операционно видимом образе, и это после этого писать о чем-то другом, наверное, сложно, но мы живем и продолжаем жить так устроен человек. Давайте попробуем все-таки вопросы позадавать, да? Можно я первая буду? Да, пожалуйста. Я хотела бы задать вопрос Павлу Фокину. Пожалуйста. Вы говорите очень много именно про религиозность, про христианское прочтение Достоевского. На мой взгляд скромный, любая религия достаточно категорична и какие-то определенные постулаты несет в себе. И мне кажется, что Достоевский никогда не занимался норовоучениями, и мне нравилось, что он относится к добру и злу как к чему-то субъективному и раскрывает вопрос, что на любое явление можно посмотреть с двух сторон. Что вы думаете на эту тему? Безусловно, он никого не учил, но имел четкую позицию. Понимаете, вот в этом Достоевский, весь Достоевский, он читателя не заставляет ничего насильно делать, да? Но при этом он не скрывает свою позицию. Он позволяет читателю мыслить и читать и делать так, как читателю угодно. В этом смысле он писатель поразительный по своему отношению к читателю. Это, конечно, совершенно особый тип. Но при этом никогда не скрывал свою позицию. А его позиция была вот та самая христианская, даже не религиозная, она была христианская. И когда я об этом говорю, я ведь говорю о Достоевском, понимаете, я не говорю ни о вас, ни о Михаиле Есеничне, ни о Дмитрии Петровиче, ни о прекрасных наших дамах Ольге и Русине. Я говорю о Достоевском, поэтому и стараюсь быть в его ключе. Он христианский писатель, мы должны это понимать. Если мы этого не понимаем, мы видим только часть, мы видим тогда детективы в романах Достоевского, или мы видим только психологизм в романах Достоевского, или мы видим только фрейдизм в романах Достоевского, мы вольны это видеть. Достоевский нам этого не запрещает, Достоевский нам это разрешает, но мы должны, ну не должны, мы ничего не должны никому, и Достоевскому в том числе. Но хорошо знать вот это, что... И Достоевский еще раз, в десятый раз это повторю, не скрывает свои позиции. Спасибо большое, пожалуйста. Единственная просьба, представляйтесь, коллеги, если вам это не трудно. Меня зовут Илья, у меня такой вопрос. Я очень люблю Санкт-Петербург, и когда я приехала первый раз в этот город, я пыталась найти в нем Достоевского, Достоевский Петербург. И вот у меня такое сомнение закрадывается, что Санкт-Петербург Достоевский просто выдумал, потому что ну не может быть. В моих глазах это был светлый, прекрасный, красивый Санкт-Петербург, но в глазах Достоевского книга, которую я читала, он достаточно мрачный. Понятно, спасибо. Кто будет отвечать, где вы? Или я как краевед петербургский, да? Прошу. Что сказать, вот у нас открывается Московский дом Достоевского, про который Павел Генщик, конечно, мог бы лучше рассказать, Достоевский называет Петербург умышленным городом, то есть он выдуманный город с точки зрения Достоевского, только не им самим, а Петром, цивилизацией, культурой и так далее. И Достоевский московский писатель, мы с Павел Генщиком в этом убеждены, московский человек, выросший в Мариинской больнице для бедных, где служил лекарем его отец, среди боли, это была больница для людей, которым не на что было лечиться, среди непрерывного созерцания с помощью ствола этой боли и так далее. Петербург это испытание для его идеи, это столица. Сейчас примерно наоборот, вы знаете петербургские настроения нынешние, что Москва это город, где столица, где министерство, где много финансов, все дипломатические представительства, а вот Петербург тихий, сердечный, душевный, традиционный, сейчас ровно наоборот, а в 19 веке было именно так. Достоевский его не выдумал, как мне кажется, а просто угодил туда, провиденциально, именно для того, чтобы вот это его корневое естественное внимание к московскому подверглось испытанию. Мой папа был врач Царства Небесного, он приходил домой и тут же садился на телефон и звонил и говорил, как там у Петрова, больных нет, выходных вообще говорят, там не проживешь иначе, если бедные люди униженные, оскорбленные и прочие непрерывно не будут подвергаться помощи, простите за это драконовское сочетание. То есть Петербург, какой он настоящий, я не знаю. Петербург Достоевского такой, какой он есть. Жестокий, раздробленный, умышленный и на этом фоне яснеет смотрится добро. Яснеет добро, как пишет в одном месте Достоевский. Спасибо. А мне хотелось здесь дополнить еще, что может быть для полного понимания картины стоит еще побывать в Омской крепости и в тех местах, которые во многом вдохновили Достоевского и которые он может быть где-то перенес в Петербург. Вы знаете, да, если, я думаю, что мы ответили на этот вопрос, можно дольше говорить на тему петербургской и московской культуры. Это вообще отдельная тема, которая требует такого большого обсуждения. Потому что Москва город органический, а Петербург действительно умышленный. И это неплохо, нехорошо. Они очень разные просто по культуре, по отношению к человеку, если угодно. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. И мой вопрос адресован Ольге Брейнингер. Вы сказали, что считаете, что красота не может спасти мир. Я полностью разделяю вашу точку зрения. Но у меня такой вопрос. Как вы считаете, Достоевский считал, что ну что все-таки может спасти мир? И хотелось бы услышать вашу позицию. Как вы считаете? Если не красота, то что? Наверное, ответ мой будет сложно сформулировать. Если бы мы знали, мы бы здесь не находились. Говорите. Извините, ради Бога. Есть ли еще ответы или поэзия после вашего ответа и поэзии? Мой вопрос, ответ не совсем будет точным. И я думаю, что ответить на него в принципе не может ни один писатель. Но я вернусь к тому, что Достоевский это писатель, который живет в пространстве моральной относительности. Поэтому ничего само по себе не может быть ни спасением, ни разрушением, ни добродетелью, ни грехом. И спасение это выбор, который делает человек. И это выбор, когда мы превращаем добро как интеллектуальный конструкт в добро как поступок, как философию жизни и, наверное, как какой-то моральный компас. Спасибо большое. Вы знаете, это вообще Достоевский предвосхитил очень много предвосхитил, предвосхитил. Раньше предвосхитил, сейчас предвосхитил. Спасибо вам большое. Творог, творог, обожаю русский язык современный. Изобретение приклеил. Но еще, знаешь, еще не... Утечего приклеил. Приклеил, да. Вы зрите тата лист на древе или их садовник приклеил. Приклеил. Совершенно справедливо. Знаете, это ведь вообще Достоевский предвосхитил все-таки, я скажу, архаично. вообще экзистенциализм XX века как религиозный, так и нерелигиозный. И это отдельная тоже тема, потому что все-таки, если мы говорим о том, что может спасти мир, да, я думаю, что есть одна вещь, которая с моей точки зрения безусловна сострадания. Вот что бы ни было, я могу говорить, я не говорю это не в религиозном смысле, а в общечеловеческом. Если мы вообще хотим что-то сделать в этом мире, то мы можем только сострадать и соучаствовать в помощи людям. Вот говорил Павел Евгеньевич о том, что в последнее время, да и не только в последнее, всегда были люди, которые творили добро. У нас есть традиции доктора Газа, знаменитого, который говорил спешите делать добро, а что еще делать, чтобы этот мир не превратился вообще в ад, понимаете? Потому что, как справедливо писал Бердяев, государство существует не для того, чтобы мир превратился в рай, государство существует для того, чтобы мир не превратился в ад, а дальше это уже деяние людей, и без этого невозможно. Давайте еще два вопроса, и мы будем потихоньку заканчивать. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мадина, и мой вопрос немного схож с предыдущим. Собственно, сегодня поднималась тема красоты, и многие из вас утверждают, что красота действительно спасет мир. красоты, но на мой субъективный взгляд, красота собственно очень размытая и очень субъективная непонятное явление. Так что такое красота и почему она должна спасти мир? Дмитрий Петрович, вы по красоте главный специалист. Та красота, которая размыта, мир не спасет. А другая красота, она не в будущем спасет мир, она уже спасает его непрерывно. Когда будет конец света, когда Христос испытывает страшные муки, всегда. То есть это абсолютная красота, абсолютное добро спасает мир. Но оно не может быть, вот здесь по спору с Михаилом Ефимовичем, оно не может быть абсолютизировано. Сострадание спасет мир. Тут Станиславу Лему исполнилось сто лет на днях. Вчера конференция, у него есть рассказ «Альтруизин». По-достоевски доведенное до абсурда. То есть там все чувствовали то, что все чувствовали вокруг. Они с удовольствием пришли к молодоженам, которые впервые обнялись, чувствовали то, что чувствовали они. А потом у кого-то заболел зуб. Его просто убили. То есть не может быть сострадания, но тоже доведено до абсолютизации. В том-то все и дело, что то, что является абсолютом, его не съесть, не выпить, не поцеловать, не сформулировать. Какие последние слова пушкинской речи? Пушкин умер и унес с собой тайну. И мы ее разгадываем. Вот, наверное, так можно было бы закончить. Нельзя ответить. Если бы я мог ответить, так я уж был бы не знаю даже кем. последний вопрос сегодня. Последний вопрос. Давай. У меня скорее не вопрос, а предложение. Меня зовут Ксения. Когда у вас был диспут касаемый медиа про добро и зло, мы тоже являлись этим участником. Ну как бы мы слушали и где-то в голове каждый выбирал. Я, уважаемые аудитории, предлагаю проголосовать, кто за положительные добрые медиа истории. Кто за добро, кто за зло. Давайте. Кто Алеша, а кто смердяков. Мне очень понравилась история про поднять руку и появилась такая идея. Если все за. Ну что, мы голосуем, тогда это любимое занятие. А кто сомневается? Воздержался Бонтий Пилат. Спасибо большое, Ксения. Голосую за зло. Голосовать, ребят, я думаю, что это хорошее предложение. Я не рискую просто вас обременять голосованием, потому что потом надо подсчитывать голоса. С подсчетом голосов всегда-всегда сложности возникают. Я поэтому я не рискую просто. Нет, я имел в виду только потому, что я один буду считать, а я до восьми считаю, дальше уже мне трудно. Я вам очень благодарен. Вы знаете, сам факт того, что вы пришли к нам сегодня в театр, меня очень радует, честно скажу, потому что вся жизнь, в общем, состоит из того, что мы разгадываем тайну, которую нам завещал Пушкин, и каждый эту тайну разгадывает сам по себе и сам с собой. Иногда мы собираемся вместе, но я уверен, что на вопросы Достоевского, которые он задал всем нам, на вопросы Пушкина и вопросы Толстого, лучше отвечать один на один. Каждый сам с собой дает ответ. И я думаю, что для этого люди читают книги, приходят в театры. Мы вас были очень рады видеть в Московском театре мюзикла. Приходите к нам еще. У нас, кроме Достоевского, замечательная рецензия, которую я сейчас изложу лучшие рецензии на спектакль «Преступление и наказание», который я слышал в своей жизни. Вышла девушка юная лет семнадцати со своим парнем после спектакля «Преступление и наказание», и она ему сказала, ну, я же говорил тебе, что это веселее, чем роман. Приходите. Счастливо. До свидания. Спасибо вам большое. Власть торжествует открыто руля. В мире сам ты бьешь жестоко. В мире безжалостно бьют тебя. В мире «Переступить»!